Черви Из обладателя шикарной библиотеки Я превратился в обладателя шикарной свалки пустых Как сознание буддиста листочков Черви ели все без разбору Романы Достоевского, пьесы Чехова, стихи Лермонтова Они ели и ели, ели и ели Не гнушаясь даже такой сомнительной литературой Как американская мечта Нормана Мейлера И назову себя Гейтенбайн Макса Фриша Мне хотелось рвать на себе волосы С каждой секундой книг у меня оставалось все меньше и меньше Я совершенно не знал, что мне делать Купить специальный аэрозоль от червей Отравленные книги Все эти действия казались мне бессмысленными Я не верил в счастливый исход Но внезапно поедание книг приостановилось Черви перестали грызть мое интеллектуальное имущество И вроде бы даже затихли Не было более слышно ни звуков поедания букв Ни звуков ныряния в новую книгу И я уже почти совсем успокоился Как вдруг услышал странное монотонное пение Несколько минут я не мог понять, откуда оно доносилось А потом подошел к уцелевшей части своей библиотеки И сразу все понял Пение бесспорно шло из книги Карлса Кастанеды Сказки о Силе Я осторожно подошел к ней ближе, взял в руки, открыл И увидел расположившихся между страниц книжных червей Все они сидели в позе лотоса и напевали шаманские мантры Что вы делаете, заикаясь, спросил я Следуем пути воина, ответил мне червь с белоснежной бородой Да здравствуй, Дон Хуан, заорали все остальные Я поспешил закрыть книгу и удалиться С тех пор книжные черви живут у меня в книге Кастанеды И следуют пути воина А я радостно наслаждаюсь уцелевшей частью своей библиотеки Такая вот история, дорожайшая книга Любы